Привет всем! Сегодня хотел бы поделиться случаем самострела ружья Пеленгаз и одновременно предостеречь охотников, которые пользуются данной продукцией. Ружье купил в 2016 году, практически плавал с ним полных три сезона и летом 2018 года произошло следующее. Выйдя на точку, я зарядил стандартно ружье, начал наматывать линь, как вдруг произошел выстрел. Хорошо, рядом никого не было. Произведя еще несколько зарядок, я понял, что при тряске ружья оно стреляет. Охоту пришлось завершить. На форумах и в ютюбе аналогичной проблемы не нашел и решил самостоятельно произвести диагностику, одновременно заменив заводское масло. Разбирается ружье достаточно легко и сложности не вызывает. Стравив давление, сняв надульник, я не смог обнаружить проблем с поршнем либо иными деталями. Все было в идеальном состоянии. Собрав ружье и произведя закачку, я понял, что проблема не ушла. Поняв, что единственный элемент, который я не осмотрел, это было шептало, пришлось разбирать ружье заново. Шептало вынимается достаточно легко, необходимо отодвинуть пружинку. Далее вытаскиваем металлическую качельку, на которой держится шептало. После чего шептало самостоятельно выпадает. При первичном осмотре я обнаружил следующую проблему. Кончик язычка шептало был просто стерт, зашлифован, что и вызывало срыв поршня. Вот виден износ. Насколько неровна поверхность, которая должна быть под 90 градусов. Побегав по магазинам подводные снаряги на берегу Черного моря, в городке, где я отдыхал, мне не удалось найти данные детали. Есть все, кроме шептала. Удивительно. Хотя понятно, что оно должно продаваться. Здесь с такой проблемой. Я вышел на производитель, и через один из магазинов снаряги мне передали вот такое вот шептало. Как видим, новое шептало выполнено совершенно из иного металла. Присутствует надпись пеленгаз. Как мне показалось, кончик шептала более толстый. Еще были сомнения касательно того, что подойдет ли оно на ружье 2016 года. Однако после примерки оказалось, что подходит оно идеально. Никаких проблем. Нигде ничего не цепляет. Встает как родное. Так что советую всем пользователям ружья пеленгаз, тем, кто самостоятельно производит его диагностику и замену масла. В обязательном порядке проверять состояние шептала. Ну, помимо всех остальных механизмов. Потому что сам не ожидал, не знал. Нигде на форумах не прописано, что необходимо проверять именно шептало. Ну вот, столкнулся самостоятельно. Теперь думаю, где бы еще заказать шептало на всякий случай. Надеюсь, мой опыт будет кому-то полезен и избавит от несчастных случаев на охоте. Всем успехов!